Вот она наша цель дальнейшая. Винсдорф, один километр. Мы почти у цели. Поехали 1,3 километра. Вот он наш доблестный город. Столица группы советских войск Германии. Ну, вот это въезд на территорию. Значит, вот насколько мне память изменяет, она мне должна изменять, вот это вот здание. Здесь на первом этаже был банк. Куда выходили, нет денег, нет денег, солдатское и офицерское удовольствие. Вот. Вот внутренняя часть ХАЗО. Значит, вот это вот, с левой стороны, с правой стороны, если мне тоже память не изменяет, это был дом офицеров ХАЗО. А он не таки крупный, дом офицеров. Сюда нас иногда приводили на какие-нибудь мероприятия. Вот это, внутренние территории, так выглядит. Вот там дальше стояли грузовики, частично наши гражданские, частично немецкие грузовики. Значит, где-то вот, опять-таки, где-то с торца, вот здесь вот, даже уже сейчас, честно говоря, брать не буду, не помню где. где-то было караульное помещение, в котором, который как раз вот это вот все и охраняли. Значит, вот так вот сейчас, на данный момент, выглядит внутренняя территория ХАЗО. Значит, вот здесь вот, находился внутри, солдатский пост днем и ночью, который производил охрану банка. Значит, а вот в этом доме, вот, опять-таки, память не должна изменять, значит, жил мой последний командир взвода со своей матерью, лейтенантом Ильянов. Значит, ну вот, мы немножко продвинулись дальше, да, по территории ХАЗО. Значит, вот это вот, память, опять-таки, наверное, мне не изменяет, вот это все были гаражи, техники, значит, гражданской, так называют ТБП, торгово-бытовое предприятие. Ну, а здесь, скорее всего, и люди жили, и солдаты жили. Вот это вот, я уже, к сожалению, совсем не помню. Значит, где у них здесь были казармы, где что. Но вот это все вместе называлось территорией ХАЗО. Значит, вот даже, посмотрите, может быть, даже с тех пор остался и пожарный водоемчик. Вот он, видите. А где-то вот здесь, вот где здесь, ей-богу, не помню точно, здесь где-то было караульное помещение, которое вот и занималось охраной вот этого всего. Ну, вот забор домика главкома, как его почему-то все называют. Где у тебя это? Домик Бурлакова, да. И вот эта дорога, которая идет насквозь, как бы, с этой стороны, с правой, с левой стороны у нас домик главкома, с левой стороны, с правой стороны будет территория ЧПП 80340 дальше, потом у нас будет дальше ансамбль. Ну вот, пока нам не удается попасть на эту территорию, мы будем ждать, может, нам немецкие товарищи помогут. Ну вот этот домик стоит как раз напротив здания бывшего ансамбля песни и пляски группы советских вес Германии. Вот я сейчас попытаюсь снять, да, но очень все заросшее, как бы, нас обещали провести на эту территорию, но вот, честно говоря, не знаю, получится или нет. Ну, ребята, если, как бы, да, довольствуюсь из тех, что есть. Ну вот, отсюда немножко, как бы, да, получше видно территорию. Значит, потом мы все это попытаемся окучить и выложить все. Ну вот, если обратить внимание, да, вот осталась колючка, не знаю, правда, с каких времен, и заборчик, основание заборчика, отделяющего территорию группы. Не знаю, отчего уже, если честно, сейчас. Скорее всего, вот это был, наверное, парадный въезд куда-нибудь. Я уже сейчас, честно, ребята, не помню, но вот здесь вот видно, да, ансамбль. Значит, вот для тех, кто, как говорится, служил на домике товарища главкома. Сейчас я пытаюсь подойти поближе. Значит, ну, скорее всего, да, наверное, это домик обслуги. Ну, вот, наверное, можно назвать, что это какие-нибудь там тревожные ворота, как у нас велось. быть. Ну, вот, смотрите, кто, может, чего узнает, потому что я на домик главкома мало захаживал. Ну, вот так вот еще подобрался к самому забору, здесь уже, конечно, не стал. Ну, вот, если честно, то мне сдается, что вот это бывший продовольственный склад ВЧПФ 80340. Рядом вот был жилой домик, как бы, да, а здесь офицерские жены, прапорщики, там, солдаты получали сухпайки и продукты для кладовой. Ну, вот это, судя по моей памяти, это казармы автобата. Значит, ну, к сожалению, ближе мы подойти не можем. Здесь вот все огорожено. Я так думаю, что эта территория сильно охраняется. Вот это вот остатки бригады связи. Ну, вот это вот водонапорная, бывшая водонапорная башня, которая служила постом противопожарной охраны нашей доблестной ремроты ВЧПП 80340, а проще говоря, 43-го отдельного полка охраны и обслуживания штаба группы. Значит, по сведениям местных товарищей, якобы, теперь это все переделано в квартиру, но, как видно, бака-то да, на крыше нет. Значит, ну вот, все, что осталось от нашей бригады связи, которая здесь находилась. Значит, ну вот, насколько я помню, вот на этом месте, где сейчас, развалины, значит, несколько лет назад еще стояло здание, значит, это была бывшая столовая, наверху находился, по-моему, чайник, так называемый, солдатская. Значит, ну вот, что осталось еще. Вот остался плац бригады связи, да, две казармы, осталась праздничная трибуна. Да, вот действительно, вот бак, который снят вот с этой водонапорной башни, действительно, она все-таки, наверное, пытались ее переделать в квартиру, вот. Ну вот, территория дальше, как бы, пока для нас закрыта, если нам местные товарищи помогут, большое им за это будет спасибо. Ну, вот еще, это, Серега, вот это третье здание, это тоже казана была? Я в ней был. А, это ты в ней был, да? Это рота ППУ, мобильная связь, СВГ, ВТР. Понятно. Потом было автовзвод, госвзвод, ремрота, печатники. Больше уже не помню, столько лет прошло, ребята, не вспомнить. Ну вот, мы по-прежнему пока еще находимся на территории бригады связи, значит, где-то вот здесь, вот совсем рядом возле этой башни был магазинчик небольшой, в котором мы покупали продукты. Вот этот вот дом офицеров и прапорщиков, ну вот сейчас на нем, конечно, ничего не видно, да, на этом доме, но в свое время с этого дома я чуть не съехал вниз. Было задание командования группы, поскольку на домах находилось очень много антенн, каждая антенна имела свой, к своему телевизору была подключена, значит, и нас заставили оккультуривать эти все линии воздушные, которые висели. Вот залез я на эту крышу, черепица под моими ногами хрумкнула, и я по ней, по этой крыше поехал. Если бы не кабели антенные, которые меня удержали, то все могло бы закончиться очень печально. Значит, вот за березками и за елочками видна тыльная сторона казармы первого караула, значит, вот с правой стороны находится домик, дом, в котором жил прапорщик Жаян, это я точно помню, начальник столовой, жил прапорщик, фамилия, к сожалению, у меня уже из головы вылетела, но жена его работала в солдатской чайной, такая хорошая, милая женщина. Значит, ну вот, и дальше видно еще серого кирпича зданица, это тоже помещение, где жили офицеры и прапорщики. Да, ну вот, на территории автобата и бригады связи находится так называемое здание Пентагона, но, насколько я помню, оно было жилое, и даже сюда шли телефонные линии с нашего узла связи, иногда я сюда попадал, что-то тут ремонтировал даже. Вот территория Дома офицеров группы советских войск Германии. Вот это было спортивное поле, вот здесь стояли трибуны с левой стороны, здесь проходили военные спортивные праздники на 9 мая. Ну вот, так это сейчас все стало выглядеть. Вот памятник Владимиру Ильичу, вот знаменитые часы, вот сам дом офицеров. Значит, удалось договориться с немецкими товарищами. Дома офицеров, я подразумеваю, туда дальше, школьный квадрат, вот, школа, вот она. Значит, сейчас мы двигаемся в сторону лесного КПП по автомобильной дороге. Винздор кончается, да, и начинается дорога на Топхин 7 километров. Значит, ну вот, вправо пошла окружная дорога городка, влево, точнее, пардон, не так выразился. Значит, вот еще один перекресток. А, хорошо. Значит, где-то вот здесь, вероятно, совсем где-то близко было лесное КПП, потому что вот автобусная остановочка советского производства еще. Значит, ну вот мы сейчас двигаемся по дороге в город Топхин. Вообще-то Тойпиц. Тойпиц, да. Извините, я мог ошибиться. но Топхин написано, а мы говорили Тойпиц. Хорошо.